Когда лестницы нового моста в Твери приведут в порядок, тверичане, не дождавшись ремонта ступени, написали петицию, чтобы привлечь внимание городских чиновников к этой проблеме. Изменится ли ситуация после массового обращения горожан? Вопрос, на который пока нет ответа. В начале осени рухнула часть лестницы нового моста, точнее откололся кусок парапетра. В этот же день администрация Твери прокомментировала ситуацию. Чиновники пояснили, что все возможные меры будут предприняты. В результате износа конструкции произошло частичное обрушение элементов лестничных сходов нового моста. В ближайшее время поврежденные элементы будут демонтированы и вывезены. Прорабатывается вопрос ремонта лестничных сходов. По результатам обследования элементов лестничного сооружения будут определены объемы и сроки производства работ. Но, как говорится, овоз и ныне там. Тверичане обеспокоены ситуацией, ведь это напрямую влияет на безопасность передвижения горожан по мостовому сооружению. Они решили написать петицию, чтобы привлечь внимание городских властей к этой проблеме. Состояние лестницы на новом мосту оставляет желать лучшего. Если приглядеться, вся конструкция каменных перил уже держится из последних сил. Между блоками огромные щели. А сами ступени давным-давно уже подлежат реставрации. Часть ступени отсутствует, часть не соответствует углу, под которым стоят остальные ступени. На всех четырех лестницах нового моста можно запросто подвернуть ногу или поскользнуться и скатиться на попе вниз в дождь или снег. Из собственного опыта. Просим заняться ступенями нового моста, так как до их обрушения осталось совсем недолго. Неудивительно, что новый мост и лестница на нем в таком состоянии. Предположительно, он был построен в 50-х годах, а именно введен в эксплуатацию 3 ноября 1956 года. И был, собственно, сооружен из тех конструкций, которые, как говорят эксперты, даже старше, чем у Староволжского моста. В случае, если чиновники будут бездействовать, а петиция соберет более 1297 подписей жителей региона, то к решению проблемы подключается депутат Государственной Думы. Наша редакция направила запрос в администрацию Твери, чтобы узнать, будут ли предприняты какие-либо меры по ремонту объекта. Ответ озвучим в следующих выпусках новостей.